Продолжение следует... Словакской и со стороны российской. Российская страна все свои обязательства ежегодно выполняла. Но, к сожалению, вот видимо и перестановки в руководстве Слована привели к тому, что те источники, которые у них были, они исчезли. И в результате Слован нас проинформировало о том, что они не имеют инвестора для покрытия той части бюджета, которая лежала на Словакской стороне. Это очень печально, потому что действительно, особенно если вспомнить первые годы, когда полная арена, когда потрясающе болели. Это был клуб, который вносил свою специфику, стиль игры, чехословацкий, который известно, чем характеризуется. Это разнообразило хоккей в КХЛ. И если говорить о влиянии, которое это оказало на Словацкий хоккей, то Словацкая Федерация сама признает, что за время игры Слована в КХЛ, Словацкий хоккей развивался. И на этом чемпионате мира, где в Слованской сборной было достаточное количество игроков из КХЛ сейчас, или которые раньше играли в КХЛ, команде немножко не повезло, и она не попала в плей-офф. А так обыграли американцев, и на равных играли с канадцами. Поэтому я считаю, что это очень печальное известие, которое пришло. И когда кто-то говорит, что ничего не изменится для словацкого хоккея, это не так. В КХЛ потерял своеобразную команду. И на одного международного участника стало меньше, но я уверен, что это место будет скоро занято новым клубом. Второй вопрос. Какой рынок, вам кажется, самым перспективным? Потому что сейчас у нас 24 команды. С одной стороны, там Северсталь та же самая, кто внизу рейтинга, могут расслабиться, но с другой иностранный клуб вступает, и все равно Дамоклов мечет над маленькими клубами из России. Ну, я считаю, что вот никакой магии в этой 24, это две дюжины, и удобно планировать их и календарь, но можно посмотреть, например, НХЛ, где 32, 30 клубов играет, да, 30. 31, да, 32. Да, уже будет 32. И для этого главное, чтобы было достаточное количество хороших хоккеистов. А все-таки система подготовки дает свои плоды, и НХЛ дает хоккеистов и для клубов НХЛ, и для сборной. Поэтому тут успокаиваться не надо, но для новичков, я думаю, надо иметь очень твердые гарантии финансовые и понимание, на что эти новички ориентированы, и как они будут формировать свои команды, особенно если это будут клубы не из хоккейных традиционных стран. Это Лондон, Дубай, я имею в виду то, что кто иностранцы могут, или пока непонятно? У нас был список довольно большой, и кто-то дальше продвинулся, кто-то меньше. То, что интерес есть, надо просто понимать, кто чего хочет получить от этого проекта. Пошли на два вопроса такие. Йокери-то, все акции теперь у Яри Кури, неужели настолько богатый человек, и что это значит? Может быть, они теперь, финны, будут брать курс на то, чтобы выходить из КХЛ как-то, потому что у них давно идут какие-то непонятные волнения местных болельщиков. Если бы был курс у Яри Кури выходить, он бы сюда не приехал, я его здесь видел, поэтому... Вот, а насчет его финансового благосостояния, то хоккей не только доходы, но и расходы, поэтому... У Йокери-то выручка от продажи билетов из-за более высокой цены дает достаточно высокий вклад, и когда у них цифры посещаемости были выше, средние за всю историю финской лиги, и финансы выглядели очень хорошо. Я думаю, победа Финляндии на чемпионате мира, и роль капитана Йокери-то, Аттилы, привлечет дополнительное влияние дополнительных болельщиков на трибуны, и арена будет заполнена, это значит, что и финансовая команда будет чувствовать себя гораздо лучше. Пошли вопрос такой, насколько вы получили такой мужской настоящий кайф от того, что пришли в футбол, сразу стали чемпионом Зенитом, и на что может этот Зенит замахнуться в Лиге чемпионов, и опять же Дзюба, насколько там лучший игрок чемпионата России, вот эмоциями поделись про футбол. Ну вот, несмотря на всю специфику футбола и хоккея, очень много общего в этих двух командах, видах спорта, и побеждают не бюджеты, побеждают не звезды, побеждают команды. И вот Зените удалось за короткий период времени сплотить российских и иностранных игроков. Победный дух овладел ими, и они показали тот футбол, который от него ждали, и это очень приятно, но ночевать на лаврах я не собираюсь. Следующий сезон, где нужно доказать, что Зенит лучший в стране, и показать, что мы можем многое в Лиге чемпионов. Изгруппывайте. Ну вот начнем с этого. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok